На этой картине несоответствие замечаешь не сразу. Нижняя часть пейзажа погружена в ночную тьму, а небо светлое, словно днем. Одна из картин в серии «Империя света», словно символ и не ян. «Я понял, что ночь и день существуют вместе, что они одно», – писал Рене Магрит своему другу. Один из самых загадочных и растиражированных авторов XX века. В Нижний Новгород привезли 48 литографий с его работ. Но возмущаться по поводу того, что выставка отнюдь не оригинальных работ не стоит. Живопись-крушитель стереотипов Рене Магрита сложно встретить в публичных музеях мира. Почти все оригиналы содержатся в частных коллекциях. На некоторых оттисках стоит подпись жены и музы – Жоржет Магрит. Именно ее решением после смерти художника и появились на свет литографии. Главная идея в этой выставке – показать зрителю работы, которые сложно увидеть в публичных музеях. Удивительно, что даже самая известная работа Магрита, сын человеческий, также находится в частном собрании. Здесь представлена также одна из наиболее известных его работ – работа «Влюбленная». Сам Магрит говорил, что не стоит трактовать его образы буквально, не стоит видеть в них какие-то скрытые символы. Но эта работа, на наш взгляд, является такой яркой, выразительной аллегорией слепоты любви. Мы видим влюбленных, их лица закрыты белой тканью, они не видят нас, мы не видим их, и сами они также остаются загадкой друг для друга. В отличие от Дали, Магрит изображает обычные предметы, но необычность их сочетания иногда приводит зрителя в ступор. Вот прекрасная дама, облаченная в столь же величественный наряд, и сирень, скрывающая ее лицо с каждым мгновением, начинает все больше тревожить зрителя. А оправдаются ли наши ожидания? Что там за этими цветами? Имя картины – Великая война. Мы ждем вопросы, мы готовы на них ответить. Еще интереснее было пообщаться, послушать, что же прочитает в этих работах современный зритель, потому что работа – это все-таки середина 20 века. И, соответственно, мышление творца середины века в них отображено. Сейчас человек 21 века, наверное, совсем что-то другое увидит в его работах. Магрита называют и сюрреалистом, и магическим реалистом. Его главной задачей было уйти от штампов и пошлости. Его образы рождают бесконечные трактовки. Моя любимая его картина – это портрет терапевта. То есть, что это портрет терапевта? Обычно мы как привыкаем. Это должен быть человек в белом халате, который лечит наше тело. Но у него терапевт лечит не тело, а душу. Поэтому и изображение в этом портрете – клетки вместо в основном тела. И в этой клетке сидит птица. И если тело вылечено, то лечится и душа. Самая растиражированная работа Магрита, ставшая давно уже брендом – «Сын человеческий». На ней современный человек, лицо которого закрыто яблоком. Одна из трактовок картины такова, что человек остается сыном Адама. И все искушения современного мира ему очень даже не чужды. «Я тоже ношу к телу, у меня нет особого желания выделяться из массы», – говорил художник таким образом, то ли объясняя, то ли наоборот запутывая своего зрителя. И в эпоху, когда с помощью фразы «Окей, гугл» можно найти ответы на любые вопросы, для многих Магрит так и остался самой загадочной в мире искусства фигурой. Картины художника так часто воспринимаются зрителям как ребу, что многие так и ждут единственного правильного ответа. Но суть творчества художника в том, что никаких разгадок и ответов не существует. Спасибо.